Уже длительное время идут споры о том, когда министр МВД Арсен Аваков уйдет в отставку или когда его туда отправят. Особенно актуальным стал этот вопрос после волны терактов по стране и волны минирований в крупных городах. Так политический аналитик, как он сам себя позиционирует Михаил Чаплыга у себя на странице в Facebook, поделился интересными инсайдами и отметил, что Аваков сам хочет уйти в отставку. «Сорока на хвосте принесла, что вам нет смысла пинать Арсена, он и сам хочет уйти, устал и хочет выйти из игры. Больше ему это неинтересно, и Пальмы навели дома в Италии более привлекательный, чем тот Адище, который останется тут». Сей хитрый план знают и на Банковой, но им нужно его отправить в отставку до того как, чтобы на всякий случай стабилизировать себе рейтинг. Период? Конец сентября, первая половина октября. Теперь игра идет на опережение. А печаль в том, что при таком раскладе у нас наступит Адище, ибо менять Арсена нужно было, решив за год две задачи. Первое. Перехват договора с криминалом. Сейчас действует договор, что криминал владеет системой МВД, и поэтому есть некоторое подобие правопорядка. Второе. Дробление империи МВД, возвращение отдельных самостоятельных единиц и лишь потом смена главы оставшегося огрызка. В противном случае, сами понимаете. Ибо сейчас ситуация, когда клиент взял в банке кредит размером с уставной фонд банка, теперь он владелец банка. Напомним, 31 июля в Киеве у Министерства внутренних дел началась акция, приуроченная к годовщине нападения на Екатерину Ганзюк. С момента нападения на херсонскую помощницу мэра прошло два года. Основное требование активистов за эти два года не изменилось – наказать виновных убийстве активистки, в том числе и заказчиков. Правда, к этому требованию прибавилось и желание наказать полицию, якобы саботирующую расследование и покрывающую виновных. Теперь главным у протестующих стал политический лозунг Авакова в отставку. Это далеко не первая акция такого рода и, насколько она уже приелась к киевлянам, можно судить хотя бы потому, что на пикет пришло журналистов больше, чем участников акции, а прохожие даже не останавливаются поглядеть на происходящее. Между тем, требование отставки министра сугубо политическое. Напомним, что досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Ганзюк уже завершено. Ранее сообщалось о приговорах для исполнителей самого преступления, причем, как видим, протестующие не возмущаются, например, мягкостью приговоров. Напомним, ранее говорил президент Зеленский с Аваковым, есть договоренность о необходимости довести до конца и получить результаты в делах Екатерины Ганзюк и Павла Шеремета. Ранее 23 июля сразу несколько общественных организаций потребовали от Верховной Рады и президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за инцидента с пожаром в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Вынуждены констатировать, что Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью, сказано в заявлении. Среди требований эффективное расследование нападения на дом Шабунина, предоставление ему госохраны, публичное осуждение Зеленским нападения на Шабунина и других антикоррупционных активистов в Украине, взятие президентом инцидента с домом Шабунина под личный контроль, отставка главы МВД Арсена Авакова. Всего под документом подписалось 43 организации. Центр противодействия коррупции считает, что произошло посягательство на жизнь Шабунина и его семьи. Там заявили, что не доверяют следствию и будут добиваться изменения квалификации преступления. Предварительно правоохранители квалифицировали пожар как умышленное повреждение имущества, часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Мы обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль расследование нападений на активистов, в том числе на посягательство на жизнь Виталия Шабунина и его семьи, сказано в сообщении. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok